Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы поговорим о древесной коре, ее лечебных свойствах и как ее лучше всего использовать для лечения и оздоровления. Кора дерева. Кора дерева – первая защита от разного рода вредителей. Если на дереве нет коры, то дерево открыто для разного рода бактерий, жучков, прочих грибковых инфекций, и они его просто-напросто съедают. Вот что происходит с деревом, у которого была нарушена целостность коры. Образовалась брешь, в которую не замедлили внедряться грибки, бактерии и прочее-прочее. Поэтому кора, как первая линия обороны, здоровье дерева обладает удивительными свойствами. И вот об этих свойствах мы с вами и поговорим. Нечто подобное происходит и с человеческим организмом. Как только у него внедряются в повышенном количестве и размножаются в нем грибки и бактерии, возникает воспаление, боль. И было подмечено, что ряд деревьев, особенно их кора, обладает замечательными свойствами, которые подавляют в организме рост грибков и бактерий. Более того, при воспалении они его снижают, снижают температуру и являются болеутоляющими. И было в частности отмечено, что этим обладают деревья, растущие возле водоемов. Вода охлаждает, значит, уже передает дереву качество снижать температуру, успокаивает, успокаивает боль всеводные процедуры. И вдобавок еще способствует устранению грибков и бактерий в организме. И оказывается, одним из таких растений, вернее, деревьев является ива, вернее, ее кора. Растет она возле водоема, так что ее легко найти. Кора ее горькая на вкус. И как раз вот эта вот горечь действует на бактерии, снижает температуру. Еще 6 тысяч лет назад в Древнем Риме и Египте были известны жаропонижающие и болеутоляющие свойства ивовой коры, которую так и называли саликс. Кстати, из ивовой коры был получен первый в мире аспирин. В начале прошлого столетия была синтезирована ацетилсалициловая кислота, или, проще говоря, аспирин, который продолжает нам открывать все новые и новые свойства и безграничные возможности. Так, в 70-е годы прошлого столетия было открыто еще одно его свойство – предотвращать инфаркты и инсульты. И все это благодаря тому, что кора имеет горький вкус, который разгоняет лучше кровь. Она лучше идет по сосудам и тем самым предотвращает застой, а тем более тромбоз, от которого возникают как раз инфаркт и инсульт. Сведения о ее лечебных свойствах отражены в известном Солевском кодексе здоровья. Ивовый сок, если в уши он залит, червей убивает. В уксусе, если отваришь кору, сведет бородавки. Ивовый цвет вместе с соком своим – противник зачатия. Применение ивы в народной медицине довольно-таки широко. Ее использовали как противовоспалительное, диуретическое, жаропонижающее, дезинфицирующее, кровоостанавливающее, вяжущее, успокаивающее, ранозаживляющее, желчегонное и противоревматическое средство. При лихорадке применяли отвар коры ивы. Одна столовая ложка сырья заваривалась стаканом кипятка, кипятилась несколько минут на малом огне и принимали по одной чайной ложке три раза в день. Крепким и горьким отваром ивовой коры лечили малярию. Одну чайную ложку сырья надо было залить стаканом кипятка и варить на слабом огне, пока не выкипит одна четвертая воды. Настоять до утра и выпить после пробуждения натощак. Можно добавлять сахар и мед. Отвар из очень сухой коры применяли при расстройстве желудка и кишечника. Он оказывал вяжущее действие при заболеваниях желчного пузыря и селезенки. При ревматизме и заболеваниях суставов одну столовую ложку измельченной коры ивы заливают в эмалированной посуде стаканом кипятка. Варят 30 минут на водяной бане, процеживают отвар горячим, добавляют кипяченой воды до первоначального объема и принимают по 3-5 раз в день по одной столовой ложке за 30 минут до еды. При диареи сухую измельченную кору ивы одну столовую ложку заливают стаканом или двумя стаканами, кипятят 20 минут, процеживают, отжимают сырье, добавляют кипяченой воды и принимают по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. При варикозе заваривают кипятком стакан измельченной сушеной коры ивы, можно добавить столько же коры дуба, наставят полчаса, выливают в глубокий таз или ведро с горячей, но не обжигающей водой, опускают туда ноги и держат, пока вода остается теплой. Такая процедура облегчает боли и уменьшает отеки. При рожечных воспалениях, особенно в начальной стадии, грибковых и других кожных заболеваниях, также трофических язвах, фурункулезе, повышенной потливости ног, тоже принимают такие ванночки. А вот раны можно присыпать порошком из ивовой коры. Это останавливает кровотечение и ускоряет процесс заживления. Параллельно порошок принимают внутрь по 1 грамму 3 раза в день после еды, запивая водой. А вот молодые ивовые веточки, если их слегка размять, они помогают снимать головную боль. Для этого их надо приложить к колбу или темени и зафиксировать платком или шарфом. Кстати, в старину иве белой приписывались магические свойства. И это, по вере, имеет под собой основание. Считалось, что ива способна сохранять семью и жилье от злых духов, всяческих горести и бед. Поэтому в доме хранили ее веточки, освященные в церкви в вербное воскресенье. Веточками ивы также проводили обряд очищения. Пучками из нее выметали все углы и сжигали весь выметенный мусор, чтобы установить в доме мир и покой. Ива на самом деле обладает положительной энергетикой. Ее можно использовать для подпитывания. Специалисты говорят, что лучше делать это в прохладную погоду с 6 до 9 часов вечера. Особенно полезно это детям и пожилым людям. Поэтому контакт с этим деревом устраняет головную боль, помогает расслабиться и успокоиться. Вот так выглядит кора ивы старого дерева. А вот так выглядит кора ивы молодых веточек. Она гладенькая. Кстати, именно вот эту кору и надо использовать. Причем ее рекомендуется собирать в определенное время года. А именно тогда, когда начинается сокодвижение. То есть весной. Но я думаю, что практически в любое время года кора ивы будет обладать полезными свойствами. Потому что бактерии и грибки атакуют растения постоянно. Особенно в такой вот сырости, где растет ива. А вот красавица береза. И мы поговорим о целебных свойствах березовой коры. И в частности я расскажу о целебных свойствах березового гриба, который называется чага. Пойду пообщаюсь с березой. Всегда выбирайте дерево побольше. Подходите к нему как к личному другу. Такому другу давнему, хорошему. Мысленно похвалите дерево. Полюбуйтесь его красотой, мощью. И потом встаньте спинкой. Прислонитесь. Представьте, что ноги это корни, которые слились с корнями дерева. Голова это крона, которая слилась с кроны. Позвоночник это ствол, по которому течет энергия. И мысленно войдите в общность с этим деревом. С такими хорошими мыслями, с хорошим настроением. И замрите на 2-3 минутки. Почувствуйте, как идет через ствол энергия. Как она идет через вас. Одним словом, надо слиться с деревом, стать единым с ним. Тогда у вас будет общая информационно-аналитическая система. И начнется удивительное действие. Обмен энергии, информации. Если вы устали, то усталость уйдет. Силы прибудут. Появится хорошее настроение. И примерно через 5-10 минут поблагодарите березочку. Скажите, милая береза, огромное спасибо тебе за то, что поделилась со мной своей жизненной энергией. Благодарю тебя. Я тебя люблю. Ты мой друг. И уходите. Потом можно возвращаться к этому дереву, чтобы с ним подружиться. И постоянно уже использовать его как своего друга для восполнения своих жизненных сил. А ему вы будете дарить свою любовь, что дерево тоже очень важно. Ну и забудется о нем, там, обкопать или убрать каких-нибудь паразитов, которые к нему процепились. Вот так происходит информационно-аналитический обмен между деревом и человеком. Вот эта темная жидкость, не что иное, как настой березового гриба, чая. Он обладает прекрасными бактерицидными свойствами. Сделанный раз он настаивается и не портится в течение многих-многих лет. Использовать его можно по-разному. Пить. Я, например, всегда с утра выпиваю. Абсолютно без всякого вкуса. Жидкость, напоминающая такой сладенький чаек. Детям можно немножечко добавлять метка. У них будет с зубками все в порядке. Огниными не будут болеть. А самое главное, это средство чистит кровь. Если его пить постоянно в течение, ну, примерно, двух лет. С перерывами, конечно, курсами пить. Месяц попили, 15 дней не пьете. То у вас будет чистенькая кровь. От этого простого средства можно таким простым путем, выпивая его регулярно с утра, получить очень хорошую пользу для нашего здоровья. То есть профилактика великолепная. Также можно полоскать нос, носоглотку. И сейчас я покажу, как это делается. Полоскание носоглотки делается очень просто. Для этого мы с вами одну ноздрю заживаем, а через другую втянем жидкость и через рот выплюваем. Смотрите, самое главное, это соблюдать хладнокровие. И тогда все получится. То же самое мы делаем с другой ноздрей. В принципе, вот и вся процедура. И если вам трудно делать промывание носоглотки, как это делал я, вы можете воспользоваться грушей. Вставляем в нос, слегка засасываем. Одну ноздрю, естественно, закрыли. И надавливаем на грушу, надавливаем немножечко. И получается, то, что выходит, как раз попадает к нам в носоглотку, проходит через носоглотку, промывает наши носовые ходы. И через рот мы ее выплюваем. Все делайте осторожненько, разумненько, и все у вас получится. Как у меня. Вы же ничуть не хуже меня. Зато польза от этой процедуры огромная. Уничтожаются бактерии, которые живут в носоглотке. Это профилактика простудом, насморком и ангином. Что еще важно отметить, так это то, что средство не раздражает слизистую оболочку, оно такое нейтрально, не подсушивает ее, а наоборот увлажняет и приводит в норму. Поэтому очень такая безобидная, но невероятно аффективная для здоровья процедура. Промывание носа с помощью березового гриба чаги. Дубы мощные, деревья обладают способностью доживать до очень преклонного возраста. И все благодаря тому, что они умеют защищаться от бактерий, грибков. В народной медицине, да и в медицине вообще, широко используется кора дуба. Видите, какая она могучая такая. Посмотрите, какой могучий вырост дубовой коры. Вот он какой. Изременно дуб применялся для лечения многих заболеваний. Свежие листья толкли и прикладывали к рубленым или колотым ранам. Они быстро затягивались и заживали без каких-либо осложнений. А вот сок из весенних листьев дуба используют для лечения почек при кровавой моче. Немецкие аптекари успешно лечили зоб заболевания щитовидной железы настоем коры дуба. Используют препараты дуба при поносе, желудочном и кишечном кровотечении, язвенном колите, дизентерии. Даже при трихомонадном кальпите отвар коры дуба принимают для спринцевания, а в случае чрезмерной потливочной ладони, руки, ног для ванночек. В народной медицине отвар коры дуба используют при кровавом поносе, обильной менструации, рахите у детей, при отравлении грибами, солями меди и свинца, заболеваниях печени и селезенки, а также при пролежних. Настой, порошок и отвар дуба применяют при вагинальных заболеваниях, при язвенной болезни желудка, при поносах, дизетерии, даже холерии, при желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях печени и селезенки, при болезнях щитовидной железы, при рахите, желтухе, при пиелонефрите, даже при онкологических заболеваниях, при геморрое и трещинах анального отверстия, при выпадении матки и прямой кишки, для устранения неприятного запаха изо рта, при излишней потливости, для лечения обморожения ожогов, при глаукоме, при анемии и даже при сахарном диабете. При потении ног делают такую ванночку, литром кипятка заливают 50 грамм дубовой коры, а как только остынет вода, опускают в нее ноги на 15-20 минут. Делая ежедневно такие ванночки, дней через 10 вы забудьте об этой проблеме. Отвар для борьбы с поносом, гастритом, желудочными или кишечными кровотечениями внутрь, а также для полоскания при ангинах, стоматите и других проблемах ротовой полости, поступают так. Залить 20 грамм коры дуба стаканом кипяченой охлажденной воды и поставить на полчаса на водяную баню, регулярно помешивая. После этого отвар снять, охладить, профильтровать и применять внутрь по 100 граммов утром в обеденное время и вечером или полоскать. При желудочных кровотечениях, женских болезнях с обильными месячными, часто мочеиспускание, при недомогании почек, появлении мочи крови и поносах, внутрь принимают отвар, приготовленный из 40 граммов дубовой коры на литр воды. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!